Комиссии сформированы, кабинки и урны установлены, бюллетени напечатаны. Избирательные участки уже полностью готовы к предстоящим выборам. Находятся они там же, где и в предыдущие годы. Адреса участков отмечены и в пригласительных, которые рассылают избирателям. Кроме того, уточнить эти данные можно в городской комиссии. Да, на сайт можно выйти, избирательная комиссия Севастополя. Можно в газете «Севастопольские известия» публикуются там постоянно, где находятся избирательные участки. Нет, так старую газету месяц назад была опубликована. Ну, а участки находятся недалеко от дома, и вполне можно прогуливаясь, подойти, посмотреть. Вывески висят уже давно. Ещё до выборов желательно проверить себя в списках. В случае необходимости внести изменения. Проверьте, Гапоченко, Светлана Павловна, это я. Пожалуйста, приходите, мы вас ждём. Спасибо большое. Проверить себя в списках должен каждый избиратель, уверена Светлана Гапоченко. Она делает это перед каждыми выборами. Я голосую за власть свою, за жизнь, за красивую, чтобы она была красивой, добрая, чтобы все люди были. Поэтому я считаю, что надо голосовать нам. А чтобы прийти, значит, точно, чтобы я знала, что я здесь внесена. Но проголосовать смогут и те, кто в день выборов не найдёт себя в списках, говорит Валерий Медведев. Для этого нужно подать заявление председателю комиссии. Решается сразу на месте. Причина. Смотрим паспорт. Вместо жительства, да, всё, прописка есть. Сразу же оформляется на него дополнительный список для голосования. Всё на месте. А если какие-то проблемы возникают, ну, разные могут быть, в этот момент работают целый день суды. До 20 часов вполне, естественно, можно исправить какой-то, если это надо решать через судебную инстанцию. Те, кто в силу возраста или состояния здоровья не может самостоятельно прийти на участок, будут голосовать на дому. Для этого достаточно написать заявление в избирательную комиссию или сообщить о своём желании по телефону. Мы этого человека вносим в реестр. Голосование вне помещения называется правильно. Собирается реестр. После этого члены комиссии, два человека минимум, с наблюдателями, ещё что-то, идут покориться человеку, который вносит реестр. В реестр можно внести до двух часов дня. То есть до двух часов дня комиссия принимает заявление о голосовании вне помещения. Участки будут открыты с 8 до 20.00. Проголосовать смогут все севастопольцы, достигшие 18-летия. Для этого нужно показать документ, удостоверяющий личность. Это может быть российский, украинский и даже паспорт Советского Союза. Также можно предоставить водительское удостоверение. Главное, чтобы в документе было указано место прописки. Подошёл к столу, получил бюллетей и идёт в кабину для голосования. Конечно, один. Никаких сопровождающих, никаких там не допускается. Ну, есть там ряд моментов по техническим, или человек по состоянию здоровья, не может сам писать или ещё что-то. Ну, тут протокол сразу оформляется, председатель, замсекретарь. И они помогают человеку. Никаких сложностей для избирателей на этих выборах возникнуть не должно, говорят в комиссии. Путаница может быть только с бюллетенями. На этих выборах их будет три. В двух из них для голосования по одномандатному округу и партийным спискам можно поставить только по одной галочке напротив партии или человека, которого избиратель хочет видеть в законодательном собрании. А при голосовании в муниципальное образование бюллетени можно отпендить сразу нескольких кандидатов. Вот, предположим, список бюллетен для избирателей, список кандидатов в двухмандатном. Двухмандатный у нас только в Терновке. В остальных пятимандатный. Двухмандатный, это значит, может человек проголосовать, поставить галочку за одного или за двоих. Ну, не менее, и не более. В двухмандатном. В два. В пятимандатном. За одного, за двух, за трёх, за четырёх, за пять. Ну, не более. Пугаться не стоит. Объяснить нюансы заполнения бюллетеней могут члены комиссии. Главное, чтобы в день выборов все избиратели воспользовались своим правом голоса. Елена Антонова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.